Чудесный день представляет Кто бы знал, как я устал! Ну почему жизнь всегда ставит меня перед трудным выбором? Вот что мне делать сейчас? Как поступить с Ларионом? Прогнать или оставить? Разумней было бы прогнать, Но он мой брат, Хоть и не знает об этом. Но я-то знаю, Кто мне поможет принять правильное решение? Если бы мама с папой были живы, Они смогли бы мне дать хороший совет, Но их нет. Мама, Если бы ты знала, Как мне тебя не хватает? А что если... Да, Я сейчас же полечу в странный лес И поговорю со стихиями. Привет, Колт! У меня к тебе есть серьёзный разговор! Здравствуй, Шрам! Слушаю тебя! Я хочу стать стихией! Да, что ещё? Это всё! Ты сказал, Что у тебя серьёзный разговор, А сам изволишь шутить? Я не шучу! Мне очень нужно стать стихией, Как вы! Для меня это жизненно важно! Прости, Шрам, Это невозможно! Чтобы быть стихией, Ей надо родиться! Ну хорошо, Не стихией, А полустихией какой-нибудь! Ну или что-то в этом роде! Я что-то никак не пойму! Ты не в себе? Или ты переутомился? Прости, Шрам, Но у меня слишком много дел! И нет больше ни малейшего желания Слушать подобную ерунду! Колт! Закончили этот разговор! Эх, ладно! Полечу сразу к боссу! Может, он будет более любезен! Очень сомневаюсь! О, Шрам! Приветствую! Давно ты нас не навещал! Ты по делу? Да, только прошу, Не удивляйся моей просьбе И не говори сразу нет! Я постараюсь! Слушаю! Я хочу стать полустихией! То есть, не совсем! Ну, может быть, Хотя... Шрам! Я ничего не понял! Если коротко и ясно, То мне нужна одна способность, Которая позволит мне Общаться с умершими! Вот! Ты здоров, Шрам? Хотя можешь не отвечать! Я и так вижу, Что с тобой все в порядке! Так ты мне поможешь? Нет! Почему? Для меня это очень важно! Нет! Повторяю еще раз! Я не могу открыть тебе эту способность! Это не в моей власти! А в чьей? Это может сделать Лишь покровитель! Хорошо! А как его найти? Ты не сможешь его найти! А ты? Я могу! Но... Прошу тебя, босс! Ладно! Утомил ты меня Своей настойчивостью! Я поговорю с покровителем! Но обещай! Если у тебя появится Эта способность, Ты две недели Будешь беспрекословно Мне подчиняться! Я согласен! Жди меня здесь! Я услышал тебя! Я услышал тебя! Покровитель! Покровитель! Прости, что побеспокоил! Я пришел, чтобы... Я знаю, зачем ты пришел! Я могу помочь шраму! Но позови Его сюда Самого! Иди за мной! Иди за мной! Шрам! Иди сюда! Чего ты там стоишь? Давай шрам! Не бойся! Это твой шанс! Поклонись покровителю! А где он? Я его не вижу! Его никто И никогда не видит! Я здесь, шрам! Я решил Одарить тебя Той способностью О которой ты просишь! Но сначала Объясни мне Зачем тебе это? Мне очень надо Пообщаться с мамой и папой Иногда я не могу принять важное решение Без их мудрых советов! Но ты уже взрослый дракон И сильный И должен сам принимать решение Тем более Тем более Ты это прекрасно умеешь делать Я по ним Очень скучаю Это уже ближе к истине Хорошо Ты сможешь с ними общаться Но должен тебя предупредить Это будет не самое лучшее ощущение Первое время Ты не сможешь говорить Ты будешь очень слаб И не сможешь видеть Целый месяц Потом Ты станешь очень силен Но будешь Подчиняться боссу Ты действительно Этого хочешь? Да Хорошо Босс Ты должен будешь сделать так Чтобы никто с плохими намерениями Не приближался к шраму Иначе Это может плохо закончиться Ты будешь жить у меня пока Пошли Располагайся Ты должен все время лежать Или стоять В общем Не трать свои силы Мама Папа Босс Что это со шрамом? Почему он все время смотрит в одну точку? Он общается со своими родителями Причем целыми днями И почти ничего не ест Как общается? Он не произносит ни слова А это и не нужно С обитателями другой стороны жизни Можно общаться мысленно Пошли Не будем ему мешать Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Куда он делся? Я же предупреждал Чтобы он никуда отсюда не уходил Шрам Шрам Как ты себя чувствуешь? Вижу, что намного лучше И сил у тебя даже больше, чем надо Мне нужна твоя помощь Сможешь? Да Конечно Что надо делать? О Говорить начал Да Так что делать? Работа несложная Думаю, ты справишься Ты все еще не видишь? Не вижу Но благодаря этому У меня обострились другие чувства Проверим Давай Мы полетим Сквозь очень густой лес Везде Будут одни ветки Я и со зрением Постоянно на них натыкаюсь Посмотрим Как ты справишься Я согласен Тогда пошли Берегись! Как ты это сделал? Как узнал, что на меня падает камень? Твои глаза же не видят Мне родители помогают Мама направляет А папа следит за тобой Как я сам не догадался Спасибо за помощь тебе И твоим родителям Босс А могу я задать тебе один вопрос? Конечно А это правда Что Дарк раньше был стихией И не обычной А легендарной И у него было героическое качество Да Он был Есть И будет стихией Легендарной стихией С героическим качеством А почему он не с вами? Все Мне пора идти Подожди Это ты виноват В том, что он ушел? Ты? Да Это из-за меня он ушел Потому что Я Я Можешь дальше не говорить Я и сам все знаю Да И что же ты знаешь? То Что ты не признавал его драконом стихий Ты всегда считал И будешь считать Что стихиями Могут быть только динозавры А никак не драконы Ты считал его плохим И непослушным Но он старался делать все Как ты скажешь Просто он Только учился И не мог делать все так гладко Как делают другие У него не все получалось Но все его подбадривали И любили И ты посчитал Что он займет твое место А про тебя все забудут И в один прекрасный день Ты его очень жестоко подставил Ты приступил закон стихий Но всю вину Возложил на Дарка И у всех исчезло желание Даже смотреть на него И вы его выгнали Но перед этим Еще и применили к нему Все свои способности Но зачем? Да К тебе стали более хорошо относиться Ты стал главным А Дарк? Он много лет Искал себе приют А так как был очень слаб После вашей атаки Ничего не смог построить В тот день Когда я его нашел Он уже почти умирал Я его приютил И обогрел Но он никогда не жаловался на тебя Он ни на что не жаловался Но я все прочитал в его глазах Я его учил всему заново Даже летать Так как у него сильно было повреждено крыло Я помогал ему во всем И он отблагодарил меня Спустя время Появился Энер Он не участвовал в той атаке Когда вы прогоняли Дарка Энеру было его жалко И как оказалось Он потом долго его искал И мы жили вместе С Марго И ее детьми Кариком и Валей Потом мы нашли дом Дарку Долину тайфунов И ему как ни странно Там очень понравилось Ну а про дальнейшую судьбу Энера Ты сам знаешь Неужели это я все натворил Я никогда не задумывался о последствиях того Что произошло Предпочел просто выкинуть из памяти А я напомнил Не мешало бы тебе извиниться перед Дарком Он меня в порошок сотрет Потерпишь Он же терпел Когда на него все напали А он будет один Подумай, босс Дорогие друзья Если вам понравилось наше видео Подписывайтесь на канал И ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok